На этой неделе стартовала агитационная кампания кандидатов в губернаторы Архангельской области. Напомню, глава Поморья, жители области и Ненинского округа выберут 13 сентября этого года. Кандидаты в губернаторское кресло уже активно знакомят население со своими предвыборными программами, но не все из них устраивают избирателей Ненинского округа. Кандидат губернатора от партии КПРФ Василий Павлов, например, предложил латать финансовые дыры Архангельской области за счет средств Ненинского округа, предложив пересмотреть соглашение между двумя соседствующими субъектами, подписанное в 2014 году. Сейчас покажем фрагмент программы дебаты, вышедшей в прямом эфире в ГТРК Поморья. Вот если мы вышли на Ненинский округ, все-таки это также часть Архангельской области, и он участвует, очень активно участвует в поступлении налогов, в формировании бюджета региона. Как вы планируете выстраивать отношения с НАО в дальнейшем и с нефтяниками в частности? Сейчас я точно вам не скажу, потому что здесь надо полностью изучить вопрос. Но то, что сегодняшние отношения, они не в интересах области, это я скажу однозначно. Те соглашения, которые подпишены, не в пользу области, больше полностью Ненинского округа. Поэтому необходимо еще раз сесть, изучить этот вопрос и принять уже окончательное решение. Область в советский период очень много вкладывала в Ненинский автономный округ, в то же же разведку и добычу всех полезных собраниях. А на сегодняшний момент пользуется только часть Ненинского автономного округа, там 40 тысяч населения и компания нефтегазового сектора. Подождите, подождите, в бюджете Архангельской области НАО формирует достаточно большой объем доходов. А можно еще больше формировать? Сколько денег поступает от НАО? Я сейчас не назову, но я знаю точно, что можно больше формировать, который пойдет на пользу области полностью. Нужно пересмотреть соглашение, которое сегодня существует, и найти разумное решение в интересах жителей области. Так, а что в этом соглашении вас не устраивает? Ну, то есть, соотношение поступающих денег? Да, поступающих денег в область и те, которые остаются в Ненинском автономном округе. Оно должно в пользу области быть. Ну, все-таки жители Ненинского округа, они там живут, да? То есть, и они живут в суровых условиях. И условия тоже не юг, да? В принципе, мало чем отличается. Также Мизень, Приморский район. Условия, в принципе, те же самые. И люди живут так же, как и там. Кстати, в НАО тоже ваши избиратели. Да, я знаю. А вы сейчас говорите, что предлагаете от них отобрать и отдать жителям Архангельской области? Ну, я не предлагаю отобрать. Я считаю, разумно надо поступить к данным вопросам. Продолжение следует...